К нам сейчас в прямом эфире присоединяется Юрий Луценко, член инициативной группы организации «Цивик Хаб», которая отвечает за международные отношения. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо огромное, Юрий, что присоединились. Я знаю, что вы постоянно связываетесь с Киевом. Какая там сейчас может быть ситуация? Какие-то последние информации есть? Ну, ситуация тяжёлая, конечно, тяжёлая. Во многих домах нет света, нет воды. Но тяжёлая ситуация, что ещё можно сказать. Но вы же понимаете прекрасно, что вы говорите, что в Америке люди удивляются, что это продолжается. На самом деле нет ничего удивительного. Но это почему нет удивительного? Тактика Путина ясна уже всем? То есть вот таким образом? Я не знаю, кому она ясна. Нашей организации, любому мыслящему человеку, она ясна. Здесь есть три аспекта, которые происходят. То есть они происходят почему? Потому что Путин понимает. Ну и Путин, и вся его клика, и все эти, так сказать, последователи, они понимают, что на поле боя они уже проиграли. Все вот эти вот их потуби. Сказать, что нет, мы ещё всё отвоюем, вот эти бредовые заявления Медведева, что мы возьмём Киев, ну это всё бред, вы же понимаете. А здесь на самом деле вот этими массированными атаками на украинскую инфраструктуру Путин достигает трёх целей. Первая цель и главная — это геноцид. Я сейчас не буду останавливаться на блестящей лекции профессора Сотснайдера, которую он прочитал первый раз в Берлине на конференции по геноциду. Она доступна, просто можно забить в Ютубе «Снайдер. Геноцид Украины». 21 октября мы в Берлине были на этой конференции. Он очень чётко расписал шесть признаков геноцида украинцев, которым, собственно, и делает Россия. То есть первая задача — это уничтожить украинцев как этнос. И здесь всё понятно, и нет никаких сомнений. Вторая задача — это задача внутренняя. Потому что на фронте побед нет. Вторая армия мира оказалась, извините, пшиком. Вот всё оказалось пшиком, значит, нужны победы. Я специально не мониторю всякие телеграм-каналы российские, но те люди, которые этим занимаются, мониторят, они говорят, что в Твиттере, в телеграм-каналах, в телевизоре у них просто радость. Вся Россия торжествует. Много украинцев убили, украинцам нужно заморозить, оставить без света, без тепла и так далее. Это внутренняя причина, потому что таким образом в этом больном российском обществе перевёрнутом, где ценности перевёрнуты с ног на голову, вообще понятие ценности там — это условно. Но это как бы на внутреннюю аудиторию направлено. Ну а третья цель, если говорить о рациональной цели, ну, понятно, что странным пониманием рациональности, но тем не менее. Главная цель Путина здесь — это создать огромнейший гуманитарный кризис. На что он надеется? Он надеется, что нанося удары по украинской инфраструктуре, обесточивая украинские города, оставляя людей без тепла и воды, он надеется создать гуманитарный кризис беженцев в Европе. То есть он надеется, что украинцы испугаются. Будет ещё там 7-10-15 миллионов беженцев с Украины в Европу. Но это количество беженцев создаст огромное социальное напряжение в Европе. Соответственно, в результате этого социального напряжения начнутся давления на политические круги западноевропейских стран, которые поддерживают Украину. И таким образом Путин хочет поломать единство Запада в поддержке Украины. здесь тут тоже, как бы это никакая не высшая математика, у него понятия ни морали, ни этики, этого ничего нет. Ну и он в своей больной голове считает, что при помощи создания вот таких вот гуманитарных кризисов он добьётся разрушения единства Запада. Но этого же тоже не происходит. Мы же видим чётко и ясно, что даже вот в свете вчерашних заявлений Бориса Джонсона, что позиция там той же Германии, или Франции, или Италии вначале была совсем-совсем другая. То есть они думали, что Украина быстро раздастся, и на этом всё закончится. Да, но ничего не вышло. Да, поскольку я постоянно живу в Германии, то я могу сказать, что эволюция немецкого политического класса в отношении России в целом, в отношении этой войны, она огромна. И она как раз идёт не в сторону России, а наоборот. То есть это абсолютно маразматические надежды Путина, что таким образом при помощи создания вот такого кризиса он может чего-то добиться. Это обычный... Мы с кокривейшем. Да, Юрий, извините, вас перебью. Да, просто хотел всё-таки задать вопрос, который касается Организации Объединённых Наций. Вот вы пытаетесь избавиться от России в этой организации. Вот эти вообще все заседания, выступления, они к чему-то приводят, к конкретным каким-то результатам? Можно ли их назвать? Дело в том, что о какой конкретике мы можем говорить? Значит, и почему наша общественная организация занимается удалением, подготовкой юридических основ для удаления России из ООН? Дело в том, что Россия находится в ООН абсолютно незаконно и нелегально. Нет такой страны. В уставе ООН такой страны нет. Есть СССР. И в 1991 году это была, наверное, одна из самых больших геополитических афер в истории XX века. когда в ночь на Рождество 1991 года они взяли и просто поменяли табличку. И с точки зрения, чтобы сказали, что мы были СССР, сейчас мы Россия. И с точки зрения устава ООН основанием для пребывания России в ООН являются две бумажки. Вот это две бумажки. Письмо Ерцина и так называемые алматинские бумаги. Потому что с точки зрения устава после того, как Советский Союз перестал существовать Россия для ООН это была новая страна. Она должна была идти по той же процедуре, как там Узбекистан, Казахстан и так далее. Но этого не произошло. А сейчас Россия занимается тем, что она практически блокирует деятельность Совета Безопасности ООН. То есть за 31 год незаконного пребывания России в ООН она употребила право ВЕТа больше раз, чем все остальные члены, постоянные члены Совета Безопасности вместе взятые. И наша задача, собственно, подвести юридическую базу к тому, чтобы Россию, пребывающую там, незаконно удалить. И таким образом разблокировать деятельность Совета Безопасности. Во-первых, какие практические результаты, я вам скажу, какие. После того, как мы надеемся, в течение довольно скорого периода нам удастся, нам это имеется в виду и представителям государственной власти, и общественным организациям, мы тесно сотрудничаем с лучшими юристами мира, из Кембриджского университета, то есть реально огромными звёздами юридической науки, международного права. И после того, как нам удастся, по крайней мере, я сейчас не буду вдаваться в подробности, но приостановить присутствие России в ООН, после этого мы сможем, например, сделать такую вещь, как, например, Международный уголовный суд ООН, это орган ООН, который после того, он может подключиться к этому процессу, он будет подключаться к этому процессу. То есть так или иначе это реально, в общем, сделать? Это всё очень реально. Я пока не буду вам рассказывать детали, это очень и очень всё реально. Хорошо, если будут какие-то новости в этом вопросе, сообщайте нам первыми. Мы обязательно, конечно же, об этом сообщим. Спасибо вам большое. Не знаю, как вот в такое время, всё-таки, после таких новостей, ну, если вы в Нью-Йорке же сейчас, не знаю, в Днём Благодарение, всё равно надо благодарить тех, кто спасает жизни на войне и так далее, и так далее. Может быть, как-то так. Спасибо вам большое. Юрий Луценко, член инициативной группы организации Civic Hub, который занимается международными отношениями, был вместе с нами сегодня в бюро. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Очень приятно. Спасибо. Спасибо.